Генеральный ремонт здания поликлиники, которое в этом году исполнилось 46 лет, давно ждали не только местные жители, но и руководство Видновской районной клинической больницы. Депутатом Нособлдумы Юрию Липатову о проекте реконструкции в ходе работ рассказал главный врач ВРКБ Бутай Бутаев. Заходишь в большие зоны ожидания, свободные, чтобы было побольше простора. Сходя из этого, мы тоже здесь все пересмотрели. Мы разделили все на зоны. Главная цель всех преобразований – сделать посещение поликлиники более комфортным для жителей. Убрать очереди на первом этаже, сделать больше пространства у кабинетов, установить мягкую мебель и информационные мониторы. Есть и проблемы. По непонятной причине в проект реконструкции не вошла замена лифтов. Мы написали письмо Минздрав, мы написали это письмо, чтобы нам заменили эти лифты, но это дело сейчас рассматриваем. Юрий Липатов пообещал взять этот вопрос под личный контроль. Пообщался депутат и с представителями подрядчика. Те заверили, что работы ведутся в соответствии с графиком и поликлиника откроется в середине декабря, как и запланировано. Подрядчик, который здесь работает, фирма «Сибиряк», она работает здесь основательно и не на первом объекте в городе Видной и Ленинском районе. И этот подрядчик себя зарекомендовал очень хорошо. Вторым объектом, который посетил депутат, стало строительство пристройки к Видновской гимназии. Здесь его встречали начальник управления образования администрации муниципалитета Светлана Ломакова и директор гимназии Татьяна Анашкина. Стадион соответствует всем требованиям и нормам. Там можно будет сдавать и все нормы ГТО. Баскетбольная, волейбольная площадка, воркауты, беговые дорожки и спортивные детские комплексы для продленки. Действительно, параллельно со строительством пристройки к Видновской гимназии идет и реконструкция спортивного поля, расположенного рядом. С ноября прошлого года рядом с гимназией ведутся работы. Общий объем инвестиций в строительство более 500 миллионов рублей. Этот объект важен для многих родителей школьников. Благодаря ему планируется ликвидировать вторую смену в седьмой школе, которая находится поблизости. Я думаю, что мы все-таки действительно к концу года этот объект откроем вместе. Приятно то, что программа губернаторская в действии. Как у нас говорят, самое дорогое должно быть в государстве это дети. И я думаю, что с этой точки зрения правительство Московской области, да и наше российское государство в целом, в полной мере повернулось лицом и к проблемам детей, и к проблемам здравоохранения, и к этому славу Богу. Визиты депутата Московской областной думы Юрия Липатова в Ленинский городской округ проходят на постоянной основе на те объекты, которые полностью или частично финансируются из бюджета Подмосковья. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.